Итак, друзья, добрый день! Приветствую вас на продолжение нашего курса, посвященном прохождению интервью специалистами, математиками, программистами, статистиками, логистиками, аналитиками и другими специальностей похожих. Итак, мы продолжаем решать с вами задачи, присланными зрителями канала. Итак, некоторые задачи, их достаточно много, кажутся, на первый взгляд, достаточно тяжелые, но, если чуть-чуть подумать, они очень легкие, и в отличие от тех задач, где необходим трюк, и если мы этот трюк не знаем и когда эту задачу не решим, тем не менее, существует класс задач, для которых, чтобы увидеть, чтобы их решить нужен инсайт, но достаточно небольшой инсайт, то есть, немножко есть подумать. Если этот принцип знаком, я пока не буду говорить, какой принцип мы увидим сегодня, то задача решается достаточно быстро. Вот одна из таких задач сегодня у нас в гостях. Итак, задачи из области теории вероятностей. Задачи на теорию вероятности, как правило, спрашивают чаще математиков, но, тем не менее, могут спросить любого специалиста, и статистика, и программиста. Опять же, сложность вопросов, которые задают, связана с адекватностью интервьера и с тем, на какую ставку вы проходите. Например, когда я проходил интервью в Интерфакс, и там требовался математик-программист для решения задач лингвистики, там задавали достаточно сложные задачи теории вероятности. Например, известную задачу, которую мы с вами обсуждали, купон-коллектор, собиратель купонов. Но эта задача не из этого класса, она намного более проще. Это задача, которая требует небольшого инсайта, чтобы понять, насколько просто она решается. Итак, давайте ответим на следующий вопрос. Итак, у нас есть симметричная игральная кость, у которой шесть сторон, обычный кубик. И мы его кидаем, пока не выпадет шесть. Кидаем кубик, пока не выпадет шесть. Кидаем симметричную игральную кость, пока не получим шесть в первый раз. Первый раз. Сколько раз нам понадобится кидать кубик? Мы не знаем. Может быть, один раз, может быть, два, может быть, три, может быть, десять, может быть, сто раз. Вероятность этого маленькая, да? Какая? В пять шестых степени сто. Да? Может быть, тысячу раз нам понадобится кидать кубик, но кидаем пока не выпадет первый раз шестерка. Хорошо. То есть, опять же, в процессе рассуждения мы поняли, что может быть кидим кубик один раз, может быть два, может быть три. И так неограниченное количество раз может нам понадобиться. Теперь мы хотим ответить на следующий вопрос Вот мы кидаем-кидаем кубик, пока не выпадет первый раз шестерка Для примера, вот она выпала, например, в пятом разу Хоп, выпало шесть Здесь не шесть, не шесть, не шесть И чпок, выпало шесть Теперь это пример только Нас спрашивают вопрос, какова вероятность Что в последовательности вот этих вот бросков Мы ни разу не увидим двойку Какова вероятность Не встретить Два В последовательности этих бросков Обратите внимание, задача не совсем простая Потому что вероятность не встретить два в последовательности бросков Пока не увидим шесть Она, в общем-то, зависит от того Когда первый раз попадет шесть От условной вероятности Если шестерка в первый раз выпала при первом броске То двойки не может быть Потому что в первый раз выпало шесть и все И, соответственно, вероятность, что двойка не встретится Если шесть выпало в первом броске Равняется единице Условная вероятность этого события С другой стороны Если первый раз шестерка выпала только в сотый раз То вероятность, что до этих в первых девяносто девять бросков не выпала двойка достаточно маленькая. Какая? Не 5 шестых степеней 99, а 4 должно быть числитель, 4 пятых. Потому что у нас условная вероятность. Отлично. И получается, что в принципе задача не совсем простая. Попробуйте решить эту задачу, используя формулу условной вероятности самостоятельно, и попробуйте подумать о очень простом решении задачи. Итак, два решения. Условная вероятность и неожиданное, очень простое решение. Как правило, на интервью ожидается, что вы дадите это решение. Но в принципе человек, который знаком с вероятностью, должен написать и первое решение. Об обоих этих решениях мы поговорим с вами после перемены. Продолжение следует...